1 ноября, напомню, зрителям о своем добре отчитались 100 тысяч чиновников и депутатов. Тогда украинцы поразили без преувеличения весь мир тоннами налички, мощами, церквями, золотыми вилами, чего там только не было. Но что сейчас? Сколько деклараций проверено и сколько декларантов наказано? Посмотрите в нашей короткой справке. Сейчас мы завороженно наблюдаем, сколько же миллионов икон, бриллиантов и вип-машин заработали чиновники за прошлый год. При этом все немного подзабыли детали первого сезона. А ведь тогда, в ноябре 2016-го, о миллионах богатых слуг нищего украинского народа говорили все. Европа и Америка ахнули, увидев роскошь чиновников страны, которые помогали всем миром. А журналисты тут же приступили к занимательной математике. Цифры получались и в самом деле интересные. В то время, как наша страна просит о кредите Международный валютный фонд, народные депутаты на всех задекларировали 12 миллиардов гривен. Это без учета триллиона Мельничука. Для пущей наглядности из денег государственных мужей складывали башни и грузили в вагоны. А вот золотая парламентская тройка. Прошло почти полгода, но момент ответа так и не наступил. Из 100 тысяч поданных деклараций, Нацагентство по противодействию коррупции проверило лишь 3%. Хотя тогда, в ноябре, о неизбежном наказании говорили много. Назыка имеет право прибыти к декларации. Если у тебя записано 250 тысяч долларов, то демонстрируйте. Параллельно мы, вместе с ДФС, проверим, есть ли сплачены податки в этих судах. В уклонении от налогов заподозрили 9 депутатов. С подачи генпрокуратуры ими занялась фискальная служба. Но пока никто не наказан. А значит, чудеса депутатской декларации остаются анекдотами в народном фольклоре, а не пунктами обвинения в судебных делах.